Души и стены, и живи везде, и все исполняй сокровища благих. И жизни подателю преди все лисяны, и очистины от всяких скверных. И спаси блажен души нашу. И с чадами, чтобы они сделали свой выбор истинный и здравого смысла. Тебе слава, святый сын и святой дух. Аминь. Евангелие от Матфея, 5 глава, 21 стиха. Вы слышали, что сказано древним. Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. Показывает, что закон отменен, а если отменен и почти уничтожен, то его нужно оставить и поспешить к новому. 22 стих. Пророки, приступая к изречению пророчества, говорили. Так говорит Господь. А Христос, показывая в себе божественное полновластие, говорит. Я говорю. Те были рабы, а он сын, имеющий все, что принадлежит отцу. Кто гневается на брата своего, тот будет осужден. Но если кто гневается справедливо, для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден. Так апостол Павел гневно говорил Елеме, Волхву и первосвященнику, впрочем, не напрасно, но по ревности божественной. Напрасно гневаемся мы тогда, когда гневаемся из-за имения, из-за чести и из желания отмстить за себя. Рока значит, что же, что ты, поскольку презираемому нами человеку мы обыкновенно говорим, поди ты, то располагает нас не оставлять без внимания из-за маловажного выражения и уважать других. Некоторые говорят, что рока Сирского значит гнусный. Таким образом, если кто станет поносить брата своего, называя его гнусным, тот будет подлежать суду собора апостолов, когда они сядут судить двенадцать колен. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Некоторые признают этот приговор слишком строгим и тяжким, но несправедливо. Ибо не достоин ли гиены тот, кто лишает брата разума и смысла? Чем мы отличаемся от животных бессловесных? Кто поносит и бесчестит, тот прекращает любовь. А с прекращением любви уничтожаются и все добродетели. Подобно как при любви все они в силе. Итак, поноситель, прекращая любовь, прекращает все добродетели. И посему справедливо подлежит гиене огненной. Я хотел про семью поговорить. Очень такой интересный момент. Вот почему в семьях говорят, да, не выноси ссоры из избы. Обычно, когда семья какая-то, много родственников, единой крови. И только так, не по-другому как-то. Чтобы только были родственники, кто-то кого-то родил, те от них родили. Ну, могут быть снахаи, могут быть внуки. Все обязательно. И глядите, как там получается. Там всегда идут какие-то дебаты. Какие-то разговоры. Кто-то там не так сделал, там его начинает вразумлять. Тот начинает сопротивляться. И всегда идут какие-то споры, какие-то несогласия. В любой семье это есть. Даже два человека будут. Вот у нас с женой два человека. У нас обязательно спор за что-то зайдет. Если чуть больше, больше споров. Если там толпа уже, как у тети Аллы, то там она уж со всех сторон крутится, не знает, как разрешить. Думают там, хотя и верующая. Вот. И я думаю, что так. Вот родственная семья во Христе у нас не без этого, как говорится, греха. Ну, когда греха, когда кто-то уразумляет, не греха. А я поэтому к этому и хочу вести. Поэтому, когда сказали вот это гнусный, я сразу гнусный. Я представил, знаете, что гнусное я представил? Кровососа. Гнус его называют. Вот почему этот кровосос, гнус его называют, очень подходящий для него. Заметили, что комар пьет кровь, говорят. Комар пьет кровь. Потом дальше. Вот мошка, мошка, говорят, мошка. Мошка кусает. Хотя там кровь идет, что от мошки там в Алдыри, что от комара. Однако комар пьет кровь, втыкает, пьет, говорят. А мошка кусает. И правда она кусает. Как долбанет, так кусает. А если, допустим, это шершень или там вот такой овод, то говорят, это долбит. Уже по-другому все, понимаете? И почему? Все потому, что делается неожиданно. И ни за что. Ты вот идешь его, не трогаешь этого комара. Я бы их сто лет не трогал. Я пришел на рыбалку. Мне порыбачить азарт. Но через пять минут, если это гнус, гнусавый год, тебе этой рыбалкой уже, по барабану говорят. Да я лучше дома посижу без этих гадов. И до такой степени, вот это я, когда работал, выйду поработать, я прям готовлюсь к этому. И я там все обмажу химией, там кремом лицо намажу. Почему? Потому что я выйду, я знаю, что будет. Но мне надо дело сделать. Я выскакиваю, там этот час отработал, я прибегаю, весь горю в баню. У меня уже баня готова. В бане парюсь, чтобы немножко это снять. Вот там одеколоном тройным натираюсь. И под простынку остывать теперь. Все. И у меня там вся работа уже два часа была в этой тайге. Но этот гнус, я его как вспомнил, он где-то зажужжит. У меня такая ненависть к этому гнусу. То есть для того, чтобы человека назвать гнусным, знаете, это нужно быть совсем или раком уже, дураком. Или этот человек должен тебя достать уже действительно. Этот гнусный. Есть ли такие среди нас? Вот я хочу сказать, среди нас, к сожалению, такие и есть люди. Которые меня достают прям сильно гнусают от меня. Кровушку из тебя получают. Да, прям высасывают кровушку. И это недалеко тут. Этот человек есть. Да, вот он. И мне прям, я бы назвал его гнусным, бы сказал. Ты гнусный, вот ты какой. Потому что постоянно от тебя какая-то идет. И главное, неожиданно. Я-то я тебе ничего не делаю. Я, ну, забочусь о твоем духовном здравии. Тебе читаю проповеди. Стараюсь вести себя по-христиански. Рассказать что-то там и так далее. И вдруг ни с того ни с сего. Раз, штыки. Раз, тебя вот это вот на хобот насаживают. За что? Спрашивается. Почему? Мы же братья, сестры здесь в одном. Мы должны стремиться к единодушке и единомыслию. Будьте единодушны и единомыслены. И по-другому никак не может быть. Вот почему в семье простой, в домашней, как говорится 10 глава Матвея 36 стих, и в 32. И враги тебе домашние твои, говорит Христос. У нас так не должно быть. Я не должен никому говорить грустной. У меня даже помыслов не должно это быть. Но если человек уже достает, у меня только одно. Или это бесноватость какая-то в человеке. И просто сатана хочет прям внутри поднять и разрушить. Во мне мое душевное равновесие, такое спокойствие, оно должно быть, между прочим. Я не говорю о том, что такой Христос дал мне покой. Да, конечно, нет. У меня со всей стороны важна жизнь. То болячки, то безденежья, то братья с сестрами, то родственники и так далее. Каждый, наверное, это испытывает, я думаю. Поэтому, ну почти, ну кто-то в меньшей степени, кто-то еще может и в большей. Потому что, ну не может такого быть, чтобы в духовном плане... Вот, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Перед этим стоит. Когда мы имеем общение друг с другом, имеем общение друг с другом. А общаясь друг с другом, мы друг друга узнаем. До такой степени я хотел, не расскажу этот пример. Вот даже вот сейчас уже знаем друг друга 20 лет. И люди такие вопросы задают бабушке. Я только на одно, что выживает из ума человек. Но это тоже плохо, потому что он же верующий. Я могу только думать, я что, такой же буду, что ли? Тоже так же выживу из ума и буду болтать, вот что попало, получается. Игорь, а вот когда вот несешь вот колесицу какую-нибудь, ведь не понимаешь, что это или ересь, или это уже сдвиг по фазе. Понимаешь? Ведь этого не понимаешь. Думаю, что ты прав. Чаще первый писалом. Читаю. И третий. И третий. Так что тут вот другой раз просто наставит, на пути истины, вот так вот. К чему вопрос идет? Это вот вопрос идет о Мотовилове. Помните Мотовилова? Это Мотовилов, это духовное чадо Серафима Саровского. И он до такой степени был, видать, бодр, такой спортивного склада, как вчера приезжал вот этот Сергий, вот этот вот Игнатьенко, он всегда подчеркивает, что он спортивного. Я такой же, как Игнатьенко, значит, я такой спортивный такой. Я такой вот там бегает, там помогал мне вчера картошку. А у меня большие такие окучил я, огромные вот такие вот. И он бегает туда-сюда, ботву. Я говорю, ты за ботву тянешь, я лилами вот так вот приподнимаю, и вся картошечка наружу, чтобы не поранить ее, и чтобы она вся была. И вот так вот тяну, тяну, он раз вытянет этот куст, а там куст ботвы здоровенный. И вот, и прям подскочит, и бегом через эти, убежать куда-то туда, положить этот куст. И я говорю, подожди, стоп, это что такое? Игнать Тихонович сказал, что нужно бегать, стремиться туда-сюда. Я говорю, слушай, давай будем работать четко, равномерно, с техническим таким мировоззрением. Я говорю, зачем тебе так вокруг меня метаться? Ты уже три раза споткнулся, упал. Я говорю, еще раз, и у меня нет помощника. Я буду копать, это все один. Давай ты забудешь Игнать Тихоновича. Я другой, видишь, человек такой. Подсмирение в этом плане. Ты не надо метаться передо мной. Вот я вот как работаю, вот так ты со мной работаешь. Так я еле-еле его успокоил. Вот так докопали мы до конца. А успокоился чем он? Говорит, тогда я буду молиться. Я говорю, молодец. И все, вот я подустану немного. Ну что, я подустал. Все, хоп, на молитву и стоит, молится в полный рост. Пять раз помолился. Да, по сто поклонов. Вот так вот. Он говорит, слушай, так здорово с тобой работать. Интересно, говорит, очень даже. С Игнать Тихоновичем, говорит, не помолишься. Там только работаешь. Только как шувшишь, говорит, как электроведник. Я говорю, молодец, вот так. То есть надо везде находить паритет все-таки. Конечно, в итоге. Можно и поссориться, а можно и подружиться. Ну, не каждый человек шустрит, как электроведник. Ну, так вот, по разным причинам. Ну, а как же ты же? Ну, вот у тебя вот по этому поводу мысли, тоже вот о семье. И меня тоже. Я в общей не нашел. Ну, как бы. Тоже, да. Я в общей не нашел. В случае. Был вчера в машине, брат назвал сестру на ты. Та обиделась. Ну, сейчас считаем рака. Значит, то же, что ты, поскольку презираемым нами человеком, мы обыкновенно говорим, поди ты, что располагает нас, не оставлять без внимания всего. Маловажно выражение уважать других. То есть, сестра делает, ты меня не уважаешь, уважаем на ты. Как бы он подлежит сейчас ниге не огненное. Почти, что он ее безумно назвал. Почему? Там же врачина есть, там есть презираемый. Да. Из-за презрения, или из-за ревности. Из-за ревности по брату. Оказается, что сестра с детьми не общается. И он, ну, как так? Мать с дочерью не общается. Да там еще внуки, внучки в нее. В чем дело? Там не просто так, там целый когорт. Значит, он, получается, ее обличил. В результате она, значит, уже с нами не поехала. Сюда она со мной не поехала. На занятия не осталось. Она в машине не поехала. На занятия не осталось. Вроде, а она-то думает, он меня на ты назвал. Значит, он-то, по Писанию-то, он плохой-то. Да я не думаю, что она про Писание думает. Думает она про Писание. Да ты чё? Да ты чё? Да ты чё? Ничего себе. Она у нас каждое воскресенье, она... Я в Писании не встречала. Ну тут сейчас маленькие нюансы. Чтоб вы тут это говорили. И мы, да, и мы-то говорили, что мы к Богу на ты обращаемся, а ничего. А здесь, когда Бог говорит, что кто брату скажет, ты будет тыкать, поди ты, то это порицается. Ну это брату, может быть, если бы ты не говоришь. Брату или сестре, здесь разницы нету во Христе. А по-моему, это не за то, что ты, а поди. То есть, иди ты служи. Ну, есть пренебрежение. Пренебрежение, да. И не нужно пренебрежение. Да кто ты такая тут вообще? Правильно, правильно. Это и есть пренебрежение. Пренебрежение. Вот этого делать не надо. Это остановка любви. То есть, ты ее в этот момент уже не любишь, когда ты презираешь ее. Брат, тут стилистика речи русской. Нигде в Америке у них вообще есть фамилия и имя. Отчества нету. Почему? У них вы нету. У невеста нету понятия, да, правильно, понятия вы нету. И у евреев нету понятия вы. Там обращаются к Ироду, ты наш царь. Они обращаются, они не говорят. А у нас дошло до такого, что уже мы, Николай Второй, ну не поперло уже. Да мы, да кто еще, было бы какое-то оно. В английском языке и ты, и вы одно слово, you. И там это различается просто знакностью рода. Ох ты. В английском языке есть только слово вы, а не к любому человеку на вы. Словом ты они обращаются только к Богу. И это слово они используют больше нею. А как на английском ты? Зао. Это из староанглийского. Староанглийского. Так, все-то я вот сейчас вообще ничего не понял. Они друг к другу обращаются на вы? Ю. Ю это вы? Да, вы. У них нету понятия, ты вы. Просто ю и все. Ну то есть ты просто не знаешь еще это. Ну понятно. Ты решила, что на вы? Нет, не на вы, конечно. У них просто ю. А у нас конкретно ю и пошел на ю. Вот так. Ну она так говорит. Понимаешь, что делать? Когда ты, ты ниже. У нас там, допустим, его зовут звать Фрол. Или там Прош, Прош, Прохор. А если там перед царем, то Прошка, Разбойник. Или там Фролка. Понимаешь? Уничижили уже. Даже имя уже уничижили. А иногда, вот мы говорим, Богу мы обращаемся. Не то, что там на ты. На ты мы его тем самым не уничижаем, а наоборот пробежаем. То есть мы на ты с близким другом. Мы другом, да. Мы это как бы к Господину мы обращаемся на вы. К вышестоящему. И Бог вышестоящий. И мы тоже на вы мы должны обращаться. И у нас должен быть страх Божий. А Преосвященный? Вот. Но. Ну это так положено. Что положено? Совершенно на Европе сгоняя страхи. Мы тогда уже на ты обращаемся с дерзновением. Он и сам. Добрались. Называет нас. Давайте по одному. Чего? Простите. Ну просто говорить стали о том, что к священникам много, ну святейших там, ваше святейшество. Священнослужители. Да, ну допустим, патриарху ко всем. Речь идет о том, что несколько раз повторяют такой синоним, который как бы их возвеличивает. То есть они стараются, наверное, сделать такое, чтобы увеличиться. Это хотя бы названием, что они вот находятся. Ну такой выше нас, конечно. Как мы без них не можем, так они без нас не могут. Если не будут пастырами, кому служить будут они. Если не будет пастыря, мы к кому-то будем приходить. Поэтому мы с вами великолепно. Игорь Иванович. Разумительно доносили Слово Божие. Так кто, кому тяжелее здесь было, народ, который стоял и слушал, или тот, кто доносит Слово Божие? Кто доносит Слово на нем, знаете, какая ответственность? Он же говорит, и теперь народ внимает, а потом ты за все эти слова ответишь пред Богом еще. Вот в чем дело. А здесь просто эпитетов навесил на себя. Герой Советского Союза. Этот дракон какой-нибудь белый там французский. Все, у меня уже всем регалии. Я везде герой во всех странах. Мы-то все равно не понимаем. Пожалуйста. Игорь, объясни слово уния. Союз. Союз, да? Союз. Ну, это конкретно уния. Относится к унии православия и католицизма. Это 1453 год. Сейчас разборки-то. Все-таки уния. Это православные, которые были на границах с католическими странами. Ну, украинские территории Украины тогда. Но они были тогда еще не под властью России даже. Но они были православные. И для того, чтобы католики не... Статинополя или кого? Или византии? Православные просто. Православные. Они были православные. Кому? Под чьей-то же. Под чьей юрисдикцией они были. Так вот в том-то и дело. Что московский патриархат с одной стороны тут как раз образовался. С другой стороны Константинут, византия была. А с этой стороны католики. Католики оказались сильнее. И поэтому эти православные, которые были в этих городах, которые там правительство было католическое. Ну, католики. И эти православные заключили союз с Папой Римским, что они по православному обряду, но налоги там и так далее, все это платится Папе Римскому. А обслуживают их какой-то специальный кардинал, как переходная единица. Хотя там у них свои митрополиты и епископы православные, но кардиналы, все это... Это уния называется. Была первая уния, там вторая там в 1500 году была. Сейчас ее трепутся по телевизору. Потом было даже немножко отступление обратно. Эти вот христиане, которые приняли унию, в 1803 году очень большое количество, сейчас-то я даже не помню, 30 тысяч... А, 3 миллиона или 5 миллионов православных вышли из унии и стали к российской православной церкви относиться. Это тогда, когда поляков там отделили вот это вот. И там белорусы западные, часть там украинцев, ну и так далее. Вот это вот. Продолжим. Все. Матфея, 5 глава, 23-24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там твой дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Толкование. Бог отказывается и от собственной чести, лишь бы мы хранили любовь. К словам, брат твой имеет что-нибудь против тебя, не присовокупил еще ничего, справедливо ли или несправедливо имеет он. Примирись. Притом не сказал, если ты имеешь что-либо против него, но если он имеет нечто против тебя, постарайся примирить его с собою. А дар повелевает оставить для того, чтобы поставить тебя в необходимость к примирению. Ибо ежели при всем пожелаешь принести дар твой, то по необходимости должен будешь примириться. Но всем вместе показывает и то, что любовь есть истинная жертва. Все-таки о семье я заговорил. Община, духовное объединение людей вокруг Христа, вокруг церкви истинной христовой и семья. Они очень похожи, конечно. Здесь очень похоже. Но выше здесь все равно духовное объединение. Потому что здесь мы можем быть точно единомысленными и единодушными. В семье этого не может быть. Никогда. Всегда там будут склохи какие-то. Потому что грехи здесь, а мы кающиеся должны быть грешники. Поэтому если тебе что-то брать, и ты пример-то привел с сестрой, А ведь я хотел разрешить легко этот пример. Мне просто, когда говорили, мне жена говорит, Да ты спроси, Любовь Николаевна, ты же ее вечно подвозишься. Я говорю, хорошо, надо прямую спросить и все. Я думал, сейчас спрошу, она скажет. Ну, они там работали, допустим, где-то в Белокурихе или что там где-нибудь скажут. Там в каком-то поселке, там в Горном Алтае. Она начала вообще по-другому. Она начала запираться сразу. Какая вам разница, до чего вы пристаете, ну и так далее. Вот это все. А потом, да ладно, они сами взрослые. И потом я, когда подожди, стопор, это у меня вообще не устраивает такой ответ. Я-то думал, что он со мной просто, ну, как сестра поступит, ну, скажет ему. Ну, даже в семье так бывает уже, когда вынудишь. Ну, там, у меня сестра такая, все в тайне. Ну, когда вынудишь ее, она уже в сердцах может тебе сказать правду уже. Да ладно, вот отстань только. А это даже... Не пошла на это. Не пошла даже на это, да. Вот все. Сидела до победного, нам рассказывала, что скоро-скоро, скоро вы все узнаете, скоро все будет, скоро поймете. Так это надо. А если бы мы полгода ничего не спрашивали? А может так и будет еще? То что? Ну, можно не спрашивали? Безразличие тогда бы наше было. Я одна, что подходила к Любовь Николаевне, тоже спросила, где, где мы молимся за путешествующих, где и как-то хуя. Она мне так сказала, что они ей не разрешают говорить. Вот. Поэтому, как бы, на нее как-то с нашей стороны возмущаться, быть недовольными. Так надо было так и сказать. Они ей сказали, не говори. Какие причины? Я говорю, ну, сказали, не говорите тогда, раз уж дали слово. Поэтому, ну, а здесь получается, лукавство с ее стороны, она говорит, мы с ними не общаемся. То есть, это ложь с ее стороны. Ну, возможно, они ей сказали, не говорите, не очли, и одновременно не общаются. Я не думала, что она лужа. Кто, кроме Любовь Николаевна, мог сказать, что вот, а тебе беспокоиться так вот, что Бучу подняли? Ну, так, кто звонил, Игорь, кто-то, ну, никто. Ну, это точно. Слово Буча, это как раз вот, Любовь Николаевна, это и была Буча. То есть, это однозначно, 99%, что это она позвонила. Севастян говорит, я не звонил, я тоже не звонил. А кто еще? Я тоже позвонил. Я не звонил. Мы, конечно, их знали. Уже с утра Наде, причем позвонили Наде, а я на Наде все перевел. Сказал, что Надя видела Игоря. Только, ну, мне показалось, что Марина мне сказала, что она даже с ним поговорила еще. А он ее даже и не видел, вот в чем дело. Мне бы интересно было, если бы он ее увидел, он бы, погоня, погоня в горячей крови. Надя, только скажешь, если скрипалей не мы, а травили. Ну, а я что могу сказать еще, скажите мне. Я Игоря знаю с 16 лет. Кому сейчас 16? Да я. Вот, Ливия с 16 лет. Я Ливию всю жизнь знаю. Ване. Ване 16 лет. Ване всю жизнь знаю. Я на руках вас и вас держал, когда вы были, как с мою ладошку вы были. Почти что. Ну, конечно. Как же еще и начать. Ване, что ты хотел сказать? Я за Ливией ухаживал, когда приходил стирать вещи. За тобой смотрел, чтобы ты не упала. Чтобы ты не упала, ползала там по кроватке. А я там с тобой мишками там играл. Я, к слову сказать, когда батюшку подвозил и позвонил Игорь Третьякову. Батюшка с ним разговаривал, а я в машине сидел. И он поговорил, только странно. И он мне передает, говорит, просит помолиться путешествующим. А где вы? Он не говорит. И батюшка так, говорит, странно. Почему не ведает никто? То есть бегают где-то, скрываются. А где? Он говорит, где вас искать-то, батюшка, прям по телефону. Если где-то что-то случится, где, в какой вы стороне, не говорит. Что за тайна беззакония такая? Скрипали опять тебя. Ну, это духовно просто. Духовно уже, понимаете, что, ну как-то не понять. Муть какая-то идет, вот голубая называется. И, да, и вот ты вот привел пример, что вот один человек, вы, говорит, не говорите, мы вот сейчас затеяли что-то грандиозное, но никому не говорите, что-то не сгладили. Ну, да, да, да. Это какое-то, я не знаю, христианство, это что-то такое. А началось, что вот дети идолы, он когда осудил нас, братьев, что вот вы там, а что у самого дети появились-то все. Здесь такая притча, фильм, в чем кого осудишь, в том сам и приводишь. И, видать, у него это осуждение было сильное. Потому что, когда я ему это напомнил, ты же, Игорь, почему у тебя нету на занятиях, ни детей, ничего. Ты же помнишь, как Костя там выговаривал, там, братьям выговаривал по полной программе. Такой прям грозный. А он такой, да, а он такой говорит. Ну, я тогда ничего не понимал, я был дурак. Я говорю, а сейчас ты умный стал? Когда тебя на занятиях нету? Поумнел, значит, оказывается. Он такой промолчал, потому что понял, что-то какая-то засада здесь. Надо отвечать-то по-христиански. Сказал бы, все, я вот весь, не могу с детьми справиться, и все, я не понимаю, как их воспитывать. Все, и с этого начинается правильное обращение с детьми. А пока вот это вот, они там перекрывают это все, младшую покрывают. Помните, как Роман перестал ходить? Из-за пацана. Пацан вечно бегал, как у нее девчонка младшая. Она вроде не орет, но она как пропитывает. Туда-сюда, на руки лезет к этой Юле бедной. Я уже говорю, Юля, сколько лет-то? Шамков. Я говорю, Юля, ей сколько лет-то? Она что-то ей сказала, пять что ли? Нет, три. Кого три? Три года. Три года ей? Конечно. Она такая длинненькая. А, она просто длинненькая такая, да? Я говорю, что она все у тебя по рукам лазит? Такая здоровая девчонка. Я уж один раз тут ее вышел, говорю, ты что все к маме на руки лезешь? Она смотрит, что глазами. Я говорю, ты такая большая девочка уже, тебе зачем лазить по рукам по материнским? Стойте там вместе, пойте на клире. Я думаю, что из-за девчонки все это тоже получается. Потеряем. Мы опять же помолимся, но у тебя там Господь не устроится. То есть надо это тоже понимать, а не просто вот нас сглазят. Не, ну мы же, видишь, опять не можем точно сказать. Просто это как бы, ну почему с нами не общаются наши братья? Целая семья. Почему с нами она не общается? Это для чего мы делаем? Это как сестра говорит, что вы все обсасываете? Мы не обсасываем, мы готовимся к тому, что будет. Мы просто готовимся. Если теперь Игорь появится, и он начнет что-то рассказывать, мы уже знаем, что мы не будем говорить, Игорь, прости нас, уходим на колени. Там мы на тебя, ты сам плохо думали. Мы уже скажем, Игорь, почему ты не поступил не по-братски? Ты на три месяца оторвался от общины с целой семьей. Четыре человека. Которые вот сейчас будет 1 ноября. И секретарь общины будет, членов общины будет опрашивать. Там будет такой-то там Пупков здесь, Загуляевый здесь. Будут опрашивать конкретно каждого человека. Третьяков Игорь нету. Третьяков Игорь нету. Дети нету. А где? И все такие, правда, а где они? Их не было 5 месяцев. Где они? Ребята, ну это, это что за община такая? Это наша община? Да я не верю в это просто. Я то, что 3 месяца, и никто ничего не говорил. Вот, я не, какой-то вот градация до меня тоже не доходила. Ну да, как-то все путешествуют. Путешествуют. А потом вот это вот несоответствие, когда я услышал, что... Я это уже слышал, Галь, ты говорила, что она сказала, что ей они сказали, что не говорили. Как-то так не сказали, она говорит, я не могу говорить. Я говорю, ну раз вам связали, не говорили, не говорите. Последняя точка была, когда я знал, что у Игоря телефон не работает. Иногда я позвоню, он как-то не отвечает. Ну как-то, обычно, когда телефон вне зоны доступа. А здесь он просто не отвечает, и все. А когда тут сейчас вот до Юли дозвонились, а теперь еще увидели их в городе, а их все нет и нет. Ну извините, это семья все-таки духовная. Не интересоваться это какое-то свинство будет с нашей стороны. И лукавство. Значит нам все равно, все где были. Матфея, 5 глава, 25-26 стих. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним. Чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя свуге, и не верли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего Кондрата. Толкование. Некоторые думают, что соперником здесь называется дьяволом путем в жизнь. И что Господь внушает следующее. Рассчитайся с дьяволом, пока ты находишься всей жизни, дабы впоследствии он не стал обречать тебя за грехи, как бы присвоившего какую-нибудь его собственность. Тогда предан будешь наказанию, пока не изгладишь и последних, самых малых грехов. Ибо Кондрат равняется двум лепкам. Это неправильно, говорим, конечно. Что ты Кондрата какого-то напоминаешь? Кондрат. 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 Нет, здесь не стоит. Где? Ну вот ты вот сюда, вот тут читай. Кодрант. И здесь не. Перед т. Кодрант. Да, Кодрант. Ну не Кондрат же. Я Кондрат читаю. Ну конечно. Кондрат. Ты вечно Кондрат. Я уже взял. Думаю, там точно Кондрат. Кондрат. Либо Кондрант. Да, Кондрант. Равняется двум лепкам. Но ты разумеешь, что Господь говорит это о здешних соперниках, научая не следиться и не переставать делать дела Божьи. Если тебя и обидят, говорит, не входи в суд, но примирись на пути, дабы при представлении соперникам сильного оправдания не потерпеть тебе чего-либо худшего. Нам здесь советуется до суда дело не доводить, а примириться. Потому что если на суде, ты можешь оказаться в проигрышной ситуации. Виноват он может оказаться. Это другое дело, когда Игнать Тихонич судился за правду, так скажем. Потому что ему нужно было отстоять честь общины, поносили-поносители. Это другое дело. Но когда, что касается лично тебя, то есть спорный момент какой-то. Может ты выиграть там или какое-то имение ты там берешь. Лучше уж, как говорится, я всегда к себе. Не лучше ли тебе оставаться обиженными? Лучше примириться, пусть там ты издержишь, но зато у тебя добрые отношения сохранятся с человеком. А если ты высадишь там у него, если ты выиграешь материальный, потеряешь. Там еще о Боге говорится. Дальше можно говорить. Что о Боге, что не оставайся грешником. Все, что ты должен Господу исполнять закон, не исполняй. Пока он тебя не довелся до темницы адской. Там пытались про демонов написать, что это сатана, как бы тоже примирись с сатаной. Ну, святые, святые. Соперник это люди. Люди и Бог соперник. Пока что Сергей прочитал про людей, про Бога. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. Судья мирской имеется ввиду, не Бог. Судья не отдал бы тебя слуге, и не верит бы тебя в темницу. Истинно тебе говорю, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодера. Явки представители. Просто явки представители. И вот нам говорит, ну ты разумеешь, что Господь говорит, а здешних соперников. То есть не надо думать, что это дьявол там и... Нет, это не дьявол. Одна нами вся. Дьявол не может до темницы тебя довести. Только Бог может довести до темницы. 27-27. Так, ну поэтому понятно... Духовное толкование здесь говорится о Боге. Что ты должен примириться с другом. Конечно. Ну, ну просто его нету. В другом смысле. А что мешает иной раз примириться? Гордыня. То есть, ну что я говорю, кто он такой? Иной раз. По-моему, не просто иной. А все время. Гордынюшка-то она тут рядышком поджидает. И вот здесь нас Господь ставит такую, как бы... А я тогда Господь говорит, я от тебя дар не приму. Тогда я в храм не храни. Иди, говорит, прежний, примирись, оставь дар твой. Раньше же с дарами хранили. Нет, тетя Аллачка. Да. Где вот эта грань? Вот что... Ну, где она грань? Ну, может, даже и не хотел. А вот человек обиделся и уже там строит. А тут и написано, а не важно. Ты пойди и скажи, я, наверное, обидел тебя. Выскажи. То есть, ты хотя бы должна сделать попытку разобраться. Он обиделся. Да, дожди, послушай, тетя Аллачка. Вот слушай, даже... Если у тебя не получается примириться, ты не виноват. Ты хотя бы попробовала примириться. И уже тогда ты перед Богом... Сделала правильное замечание и потом прощение просил. Не прощение, а примириться. То есть, ты сделала замечание. Ты на меня дуешься. За что ты на меня дуешься? А ты там такая-то, такая-то. Ну, я же правду тебе сказал. Давай по душам поговорим. Ну, в чем я не права? Не надо прощение за правду. Нет, можно я вас примерю сейчас? Тут, во-первых, разговор идет, когда ты несешь дар к жертвеннику. Понимаешь? Вот тогда идет речь. Мы никакому жертвеннику дар никакой не несем. Ну, в храм-то мы будем... Да это не значит, что ты несешь какой-то дар к жертвеннику. Это не то. Но это мы же всегда говорим, что мы в церковь придем, мы же с дарами. Нет, нет, нет. Дары, общение. Что это значит? Это не то. Это говорится именно... Это говорит о Ветхом Завете. Такое что, теперь за этим мириться не надо, что ли? А вот тут не про это разговор идет. Тут разговор идет теперь вот о чем. 18 глава Евангелия от Матфея. И там говорится конкретно, как тебе мириться с братом. Три стадии. Первая. Идешь, говоришь с ним сам. Вторая. Берешь дух или трех свидетелей. И третья. Берешь священника. И все. Конкретно. Если он остался непримиренным с тобой, то он тебе будет как язычник и мыток. А здесь нету этого. Нет. Ничего. Здесь конкретно брат, потому что он еврей. Там не будет идти в храм кто-то там с филистимлянием. Ему там делать нечего. Можно не спросить? Зачем? Дарта ты несешь. И знаешь, что брат на тебя что-то имеет. Знаешь. И тебя, он на тебя имеет. Ты справедливый, он на тебя имеет. Брат, ты понимаешь, о чем я тебе сейчас говорю? Я тебе говорю о христианстве, и ты мне опять начинаешь что-то втолковывать. Это тогда, да, имело в виду. Потому что стояли перед ним евреи, и он рассказывал, как евреям жить в мире друг с другом. Он ему рассказывал. А дальше он будет рассказывать, 18 глава, если брат твой согрешил против тебя, и так далее. Тут-то он против тебя не согрешил, ты против него согрешил. А, нет, тут этого нету. Этого понятия такого нету. Ты христианин верующий. Ты живешь верующей жизнью. И вот это то же самое, что, допустим, ты идешь по тротуару, и вдруг в тебя врезается велосипедист, падает и бьется башкой об асфальт. И потом соскакивает, и говорит, вы видели? Вы видели? Ты что тут ходишь? И так далее. Он действительно, он очень сильно оскорбленный тобой. Потому что ты шел, никого не трогал. И он в тебя врезался. И башку разбил. Нечего по тротуарам ездить и в горы врезаться. Вот и все. Можно мне вопрос? Да. Ты же христианин. А не может быть в наше время, это жертвоприношение и исповедь наше. Мы то же самое, вот обиделись, обиделись, пошли исповедовались. Я тоже приду. Жертва Богу, дух сокрушенный. Уже жертвы сокрушенные. Прежде чем идти, иди, примирись. А потом уже на исповедь. Вот это то и сооружение есть. А то, что ты с братом на ножах и к Богу приходишь, и тут в литургию служишь, причащаешься. А Богу это не угодно. А Богу хочет, чтобы мы все дети Его были в мире. А если ты говоришь, Бога, которого не видишь, и не роняю никакого. Ну, примириться, да. Если ты уничтожил дом, как раз. Ну, примириться, да. Ну, вот смотрите, можно я тоже привезу пример. Сколько на Игнатия Тихоновича всяких людей нападают, они считают себя верующими христианами, православными. Вот, ну, что, вот он идет на исповедь. Он же не бьет ничего, он простите меня ради Христа. Видит, видос такой записывает. Видос? Что я пойду сейчас в жертву Богу, дух сокрушенный. Да нет, нет. Он у них ни прощения не просит. Никогда. Он перед ними не оправдан. Никогда, понимаете? Поэтому, вот, тетя Алла очень верный вопрос задала. Очень верный вопрос задала. А я... Подобная ситуация происходит, Игнатихович, подобная. А я очень верно отвечал. И дело не в прощении, не просит. Дело не в прощении, а в примере, это две разные вещи. Тут же написано. Брат, ты сейчас там дальше будешь про клятку говорить. Не клянись ни храмом, там, ни так далее. Сейчас ты все там поймешь дальше. Игнатих Игнатих идет, да, если брат его имеет что-то против тебя. Вот он имеет конкретно что-то против Игнатиховича. Их море, кто имеет хоть что-то против Игнатия Тихоновича. И что он не хочет с ним примириться? И что Игнатихович не идет при этом на исповедь и примиряется с ними перед этим? Нет, зачем тот исповедь? Этот по исповеди ничего. Потому что дар, что ты слово дар подразумеваешь? У него совесть от этого не корежит, что на него они что-то имеют. Но он желает со всеми примириться. О, началось. Желает. Мы тоже все желаем. Желаем же все в мире. Если возможно, будьте со всеми в мире. Так он там в мире, а они же на него нападают. Понимаешь как? Сережа, что ты нам хочешь сказать? Я хочу сказать, что если ты идешь к Богу и знаешь, что брат на тебя что-то имеет. Бог желает, чтобы ты с ним примирился, прежде чем ты принес Бога какие-то дары. Не важно какие-то дары. Десятину, три десятины, что ты Богу заносишь? Нет. Бога ублажаешь. Ну как ты Бога ублажаешь? Давай говори нам, я что понять не могу. Десятину. Десятину какую-то не десятину. Чего ты заблажил-то? Конкретно нам скажи и все. Сережа, ну давай. Так он конкретный говорит. Ну что он говорит? Какую десятину Богу? Куда несет? Куда ты несешь десятину Богу? Он в ящик. И так, 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 и что нужно сделать? Положи. Прежде чем положить, ты должен подойти к тому человеку, который на тебя что-то имеет. А ты откуда знаешь, что он на тебя имеет? Откуда? Если вспомнишь, а если ты не помнишь, то и не надо ничего. Словисть у тебя, значит, а жена ничего-то и не помнишь, что на тебя что-то имеет. Брат, да я христианин верующий, я не хочу, чтобы у меня были враги. Ваше, сколько раз я долблю? Ваше, ну вы знаете, как долблю. Я никогда ничего дальше не имею. Но я ему сказал все. Да не ты, а он, ты, Вась, ты на нем что-нибудь имеешь? Да, конечно, имеет, наверное. А я не знаю. Он не имеет. Я у него, ты, я говорю, Вась, ты что-нибудь имеешь? Ну, я встречу Васю, я встречу Васю. И Васе всегда скажу, если мне что-то не нравится. Вот он сегодня зашел опять, опять две руки вот так и говорит. Я говорю, так, так, опять. Следопыт, да. А он раз-раз встал вот так вот, встал и улыбается. Я говорю, молодец. Это хорошо уже, вот все. И я, кто против меня имеет избратьев, кто против меня избратьев будет что-то иметь? Да, я даже знаю, что сейчас там Игорь Третьяков думает. Не то, что там кто-то и сестер. Ты чувствуешь, что он против тебя? Да нет, конечно, никто против меня ничего не имеет. Да имеет он против тебя? Да нет, конечно. Не то, что мириться-то с ним, когда мы с ним не ругались. Вы говорите, что будет, Сереж, вот я не хочу даже знать, кто на меня что имеет. Если я буду знать, я буду грешить. Да и он. А ты что думаешь, что он может у тебя что-то иметь сидеть? Давайте еще раз, давайте, стоп, давайте, Слово Божие, еще раз, давайте вернемся. Евангелие от Матфея, пятая глава. Евангелие от Матфея, пятая глава, 23-24 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, то Новый Завет, он вспоминает Христос, что приносили дары к жертвеннику. Сейчас жертвенника нет. Жертвенник крест, жертва Иисус Христос. Пасха, закланная за нас. И там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда прийди и принеси дар твой. Выясняется, что даров сегодня никаких нет, все это было в Ветхом Завете, мириться ни с кем не надо, думать ни о чем не надо. Как вы здесь все рассуждаете. Ты с ума сходишь. Обижайте всех подряд. Кто что про вас думает, наплевать. Кто решит? Ну так, так. Сереж, 18 глава, он тебе говорит только что. Ты сидишь, руководишь здесь вот этим делом, я думаю. Зачем ты этим занимаешься? Ты лишний здесь сейчас, понимаешь? Тебе не надо этим заниматься. Сережа, ты задаешь глупые, тупые вопросы. Зачем ты это делаешь? Перед тобой такие же, как ты точно, крещённые люди, все христиане. Чего ты нам тут доказываешь, я не могу понять. Не надо, не надо. На Испоед все ходят. И на Испоед вот такие списки до сих пор таскают. Почему? Потому что я вот, вот ты вот сейчас вот хлопнул, вот за это список понесешь уже. Я там вот грубо сказал, пойду к батюшке. Я слово Божие читаю, а вы разговариваете. А вот видишь, ты вообще ничего не понимаешь. Я по ревности это сделал. Да не надо вот это долбить по ревности. И что ты должен каяться-то, в чём? Я читаю слово Божие. В том, что глупо поступил просто, глупо. Не просто ты так гневный или чё? Я начинаю слово Божие, ты каждый раз начинаешь разговаривать. Каждый раз начинаешь разговаривать. Здесь слово Божие разговаривать. Тебе что, нужно молчать, как ведущий, что ли? Да я вообще с ними не разговаривал, ты хлопнул не из-за меня. Я сколько раз тебе ищу, тогда я не хлопнул, я промолчал, а сейчас хлопнул. Ну и зачем хлопнул-то, зачем? Да тебе не надо вести это, ты лучше вот так сказал, на, веди и всё. Вот так, да, вот. Это было правильно, чем сейчас сидеть будем, вот сейчас ладошки отбивать. Я прежде чем начал вести, говорю, Игорь, давай кто поведет, ты или я? Веди, ну конечно, верно. А раз веду я, значит я буду хлопать. Ну, нет, понимаешь, то что я ведущий. Нет, давай тогда на обозрение вот всех людей. У нас есть ещё голосование. Почитаю там, люди голосуют написано. Ты бы себя сам отстроил лучше от этого дела, хлопочек никогда. Помнишь, на эти занятия вы призвали и взрослых, и детей. И своим примером вы сейчас, своим поведением вы подаете пример. Потом вы потом не ходите, не говорите, вот дети между собой, как-то так, на ножах, как-то было одно время, что Ванечка с Нестором что-то. Ну вот сейчас, вот мы сейчас сидим и всё это видим. Так что как-то давайте будем держаться в руках, хлопать. Давайте болтать, когда Слово Божие читается, будем болтать, да? Никогда этого не будет, когда я буду ведущим. Слово Божие читаем, все должны молчать. Не надо хлопать, Серёжа. Если кто-то неправильно что-то толкует, давайте разбираться. Если я не прав, в чём я не прав? Должны молчать это раз, хлопать не надо, только вот себя. Возьми руки, спрячь и всё, не хлопай. Хорошо, я по столу, не пойду. Даже если ты крикнулся, если... Не надо не кричать, не хлопать. И всегда мышь даже ложечкой по стакану, чтобы привлечь внимание. Ну привлечь внимание одно, не надо так долбить, ты чё, совсем уже-то. Это ты с собаками, так, веди себя, не бывает плохо слушать. Но это всё равно у них шкура дубовая. Мне просто просьба, давайте будем внимательны к собственному поведению. Да, конечно. Слово Божие. Серёжа, в первую очередь, не надо... Люди в зоопарке могут быть, очень интересный вопрос, обсуждение. Ты немножко как-то смотри тоже на людей-то. Не надо смотреть только на себя, что ты прям такой до конца прям верный. Ещё не пришло это время, чтобы узнали. Ну, ты покажи это на себе. В чём я до конца не верю? Серёж, давайте сейчас, пожалуйста, продолжим изучение Слова Божия. Мы между собой потом поговорим. Глава Георгии, 5 глава, 27-28 стих. Вы слышали, что сказано древним. Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своём. Торкование. Иное дело прелюбодействия, иное блуд. Прелюбодеяние есть грех с замужнию, а блуд со свободную. Кто останавливается, всматривается и зрением воспламеняет похоть, потом снова смотрит с большим желанием удовлетворения похоти, тот уже совершил грех в сердце своём. Правда, он не исполнил его делом. Что до того? Он не мог. А если бы мог, то тотчас сделал бы грех самым делом. Впрочем, знай, что если мы когда-либо восчувствовали похоть, но встретили препятствие к удовлетворению ей делом, то это явный знак, что нас сохранила благодать. Так и женщины, украшающиеся для того, чтобы понравиться кому-нибудь, грешат, хотя бы и не понравились. Ибо они уже сделали напиток, который остался без действия, только потому, что его никто не выпил. Самое главное, чтобы много девчонок. Береги себя, Ваня. Матфея 5 глава, 29-30 стих. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в гиену. Толкование. Слыша о глазе и руке, не подумай, что здесь говорится именно о сих членах. Всем в случае он не присовокупил бы правый глаз и правая рука. Здесь говорится о людях, которых любим и бережем как правый глаз и правую руку, но которые препятствуют нам делать дела Божьи. Так, например, юноша, если имеет распутных друзей и терпит от них душевный вред, должен оставить, бросить их. Тим, может быть, спасешь и их, если придут в чувства. А если не спасешь их, то, по крайней мере, спасешь себя. Но если будешь продолжать к ним любовь, то погибнешь и ты, и они, то есть все тело. Ну, любовь имеется в виду, ну, в смысле, любовь к смирскому. Кто любит мир, тот, кто нет любви. Не та любовь божественная. То есть, когда ты любишь, и брат тебя там уводит куда-то в сторону, там, от истины, то ты должен обличить его и оставить, если он не каятся. Понятно? Ну, в отличие от того, где вы спорили, тут все совершенно ясно и понятно. Предельно. Потому что слово «дар» и «жертвенник». Все, они сбили всех. Только не забудь, что это говорится прям конкретно к тем евреям, которые стоят перед ним. И они еще будут долго стоять без храма. Христианского, я имею в виду. Еще 70 лет будут приносить, не, не 70, поменьше, 35 лет еще будут приносить жертву, даже больше, до 71 года. А это 30-й. Я почему, брат, так стал, ты прости, стал утрировать над твоими словами? Потому что то было сказано древним этим евреям, наставление нам, дабы мы не были походливы на злое. Если это было сказано евреям, почему это нам к себе не примет? Да потому что мы уже христиане, а они еще не были христианами. Тем более мы христиане, этот закон усовершенствуется. Если мы сказали, не прелюбодействовать, даже не пожелай. Если ты школьный, то брат имеет на тебя что-то. Да это брат твой такой же христианин, как ты. Чего ты по петле начинаешь одно и то же? Он также не имеет ничего против тебя, и ты против него не имеешь, потому что ты христианин. Он исповедуется, ты исповедуешься. Чего ты пристал к этому? Ты перед этим говорил, что мы живем в семье, и всегда что-то у нас склоки, всегда мы что-то имеем. Я тебе говорил, что духовная семья, а есть семья плотская. Я тебе конкретно сказал, в плотской семье всегда будет домашний враг тебе, а в духовной братья и сестры в душе, которые должны иметь единомыслие и единодушие. Все, раз у тебя все единомыслие и единодушие, какой там что брат имеет против тебя? Ну естественно, если что-то где-то там братья повздорили, они тут же уже должны найти примирение. Должны и обязаны. А не то, что там ты пошел к исповеди, ну а может и такое даже где-то было у кого-то. Начал готовиться к исповеди, вспомнил там что с братом, позвонил ему и подружился, и все. Может и такое быть, почему нет? Я так же думаю, и надо так делать. Да. Всяко делаем. Да. В моем случае было такое. Я пошел к храму мне, брат, говорит, так, а ты вот, у тебя сестра имеет, не брат, а сестра, а то сейчас начали различия. Я пошел и примирился, и легко уже пошел бы, в субботу примирился, в воскресенье уже с легкой совестью пошел. Как бы я Богу молился, зная, что сестра дует с ними. Ну вон Валентина Барышникова на меня начала, после как мы съездили тогда, что-то там, что я ее дурочкой назвал, что там, мадам какая-то, ку-ку. И я с ней прям выяснял отношения, и мы так ничего не выясняли. Я говорю, ничего я этого не говорил про тебя, ты сама взял, где ты где-то взяла, какой-то мадам ку-ку. Я понимаю, дети где-то наслушались, но я-то уже взрослый мужик. Сдвинутая, я бы сказал. Она не то сказала, она совсем не то. Ну она не то сказала, а потом на этом зацепилась. Ну короче, в конечном итоге она мне за все простила, что я ее вожу. Все. Она вот так и сказала в тот раз, в последний увозил она. Ты хоть, конечно, все время что-то меня долбишь, но то, что ты меня подвозишь, я тебе все прощаю. Ну, проси. Ну, проси Христос. Это вот единственная из сестер у нас, кто вот так прямо со мной до победного пока не простит меня. А все остальные сразу прощают. Посмотрят только, посмотрят и подумают, а у меня такой же сын. Или Аня, я внук такой же точно. Понятно, мужики одной породой мазаны. Ладно, что с вами делать? Главное, что не бьет. Хорошо, что у нас машина есть, да, она все прощает. А у машины нет никакого. Опускай, опускай, все стараются иметь машину и делать благотворительность. Ну, а там время-то, мы же до этого, что-то по этому, до этого не совпадали. Вообще, час, мы проводили ночью. Час сколько? Час? Час сколько? Час? Ну, а что тут? Почти час. Час? Час? Час пошло? Сколько там? Да мы не сначала снимаем, там уже отрезали. Я говорю, я уже почту. Дорог, без пятнадцати было, еще пять минут осталось. Ну, давай, что там у нас? Конечно, еще прочтем, что это и пойдем. Мы сейчас разлупаем, все, мирно у нас. Где мы дальше? Больная, дом, давай больную, и что теперь делать? Перешагнем. Перешагнем, ем. Масфея 5.31. Сказано же, если кто разведется с женою своей. Пусть даст ей разводную. Толкование. Моисей повелел, чтобы возненавидевший жену свою развелся с нею, дабы не случилось чего-нибудь худшего. Потому что возненавиденная могла быть и убита. Но такой обязан дать разведенной разводную, которая у них называлась отпускную. Так, чтобы отпущенная уже не возвращалась к нему. И не произошло смуты, когда он стал жить уже с другою. Вот это явно ветхий завет. Тут я с тобой соглашусь. Ты уже понял, что я хотел сказать. Молодец. Хотя, хотя в новом, знаете, там, никто не убивает жен, но сейчас торгует вот этими разводными по две тысячи. Брат, давай мы не будем об этом разговоры вести. Это больная тема. Ну, чё? Нам вообще даже об этом думать нельзя. Что есть разводные какие-то сейчас. Нельзя об этом думать. Давай на совести попов это оставим. Ваших высокопревосходительств. Наших, вернее. Святейших. Святейших, да. Ты знаешь, что в интернете ролик, что на нашего митрополита Сергия в церковный суд хотят упадать за то, что на прелюбодейную ересь его обвиняют Сергия в том, что он считает гражданский брак в печати и венчанный как равнозначный. То есть два христианина живут не венчанные. И он считает это нормально, не блудом. То есть это будет государственный брак. Мы его уважаем. Он добрый. Вот. А там ситуация такая, что он... Два крещеных, они не венчанные были. Он развелся и повенчался с другой. Говорит, какая моя истинная жена? Он говорит, та первая, с которой ты жил в блуде, так скажем. То есть это они два крещеных, два крещеных. Они без таинства венчания не должны жить. Ну, конечно. А Сергий говорит, нет, та первая твоя, вторая твоя. Вот. И вот пойди разберись тоже. Больной он. О-о-о-о. Там, говорит, у тебя было семь. Какая теперь там будет на небе? А никакая не будет. Потому что там... Что об этом говорить? Будем говорить так. Что этот муж нехристианин, первая жена нехристианка, вторая нехристианка. И поп, который их крестил, венчал нехристианин. О, правильно. Вот и тогда все на свои места встанет. Все на свои места. А так мы сейчас голову, Сереж, сломаем с тобой. И ты тоже, бедняга, вечно с этими попами попал, и теперь мучаешься все. Да поможет тебе Господь отмучиться. Все, если я жалко, надо же. Ну, а Сергий тоже попал под это. Надо принимать не семинаристов, священники, а искренно верующих людей. А чтобы они были искренно верующие, занятия проводить надо. На занятиях все выяснится. Кто рисунки рисует, а кто трудится. И даже хлопает. Ну, по ревности. Поэтому, что там говорить. Да, это гнатит, на чем такое. Не, я же. Да я, что ли? Нет, я так хлопнешь, даже, что хлопать не надо. Да нет, я не хлопаю, я вот так просто кулачком. Тихо. Как батюшка тоже. Так ласково, чтобы все улыбнулись. Тихо. Улыбнулись. Даже умливее улыбнулись. Получается. А когда вот так вот. Ну, там все подпрыгнут, да? Да. А, конечно, там рисуют цветочек. Семицветик, семицветик, там добрые дела, все. А тут бум-бум. Понятно. Что это? Чего, отфугаться нет? Лети, лети, лепесток. Дядь Сережа, дуну. Даришь мне, да? На, подпиши тука. Танес, там ты. И день, час, и занятия напиши по изучению Сухого Божия. И напиши, это, день памяти святого Амфима Никемедийского. Да, да. И какой год, да. Кто хочет еще подарить, дарите. Я там, может быть, детям дать задание, сделать такой рисунок, то, что они слышали, чтобы нарисовали. Ого. И тогда интересно. Чего, это очень. Нет, это интересно. Как вы спорите? И плохо, и неплохо, и что, нормально? Неинтересно, просто наображение какое. А у них наображение бывает. Какой-то мужик с мячом, что, непонятие. Чего вы об этом думали? Нет, это я им сказал, чтобы они нарисовали артику белого медведя и корабли. А они там передали по испорченному телефону, и получился просто один корабль с дельфинами. Ну, и тоже неплохо. Так, ну, закончим. На следующем занятии с 33 стиха начнем оклятный тогда. Так, еще вопросы? Все. Все. Застойно из всякого истину Блажи, Дитя, Богородицу, Пресноблаженную и пренеборочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения с Иерахим, Без искрения Бога слова родшую, Сущую Богородицу Тя величай. Отец наш Небесный, Благодарим Тебя За это собрание, занятие И с чадами нашими, Благодарим Тебя, Господи, Что сегодня прошло служение, Благодарим Тебя за наших братьев, Деревни, За эту память святого мужа, Анфима Некомедийского, Который столько людей привел на небо, Столько язычников обратил, До истины довел их, До мученической смерти, Сожжены были они во храме, Зная то, что будут претерпевать, И крестились люди. Даруй, Господи, Чтоб память о всех таких примерах Была всегда с нами, И Слово Твое всегда было нам Светильником ноги нашей пути, В этом тяжелом земном пути, Где мир, сатана и наша гордыня Всегда окружают нас. Помоги, Господи, Все преодолевшее устоять, И дойти до этой тихой пристани Царства Твоего Небесного, Которого Твоего готова, Всем святым Твоем верующим, Слово Твоем. Твоем слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Спасибо.